Участковый инспектор Сергей Тихончук на северном участке милиции в утренние часы на посту. Работа стража порядка, понятие почти круглосуточное. Трудовой день только начался, а в кабинете уже несколько записавшихся на прием пинчан. Специфика общения с людьми, как положительное, так и негативное. Рабочий день начинается со вчерашнего дня, с планирования на сегодня. Ну и не всегда планы совпадают, потому что оперативная остановка, хоть и спокойно, но всегда меняется. То выезд, то скандалы. Не так часто милиционеру удается вырваться из атмосферы напряженного служебного ритма. Когда это получается, он приступает к своему хобби. В 2010 году у Сергея появилась мечта – реконструировать старый безнадежный советский автомобиль. На спрос нашлось и предложение. Машину он приобрел без бампера и кузова. Кузовные детали отсутствовали. Словом, авто, на первый взгляд, не подлежало даже ремонту. Первый раз всегда блинкомом. С автового раза все получилось, я надеюсь. И настоящая мебель, рабочая машина. Двигатель пришлось перебирать два раза. Да и на сам процесс восстановления ушло три года. Покрасить на эти схемы, что не так просто. Купить детали и завершить ремонтные работы. Теперь машина заводится фактически с полоборота. Этот автомобиль выглядел практически без крыльев. То есть крылья были уже сгнившие. Не хватало стекол, как лобовых, так и боковых. Не хватало практически салона. Была только арматура. Двигателя не было. И все остальные узлы не были в рабочем состоянии. По словам милиционера, самым сложным оказался поиск недостающих деталей. Данные автомобили уже часть истории. И автолюбителей, у которых в гаражах остались такие москвичи, уже очень мало. Поэтому единомышленников пришлось искать по сети интернет. Для меня это радость, удовольствие. Хобби. Да, здесь сложно. Скажем так, баланс в природе должен быть. Там я загружаюсь морально, а здесь я разгружаюсь морально. То есть зашел в гараж и делай железом, что хочешь. Оно молчит. У капитана милиции Тихончука для того, чтобы заниматься своим увлечением, времени остается не так много. Благо хобби понимает и разделяет его жена Инна. Эмоций, конечно, гораздо больше, чем я ожидала от этой машины. Потому что сначала я это увлечение мужа воспринимала очень скептически. Он несколько лет меня уговаривал на эту аферу, как я говорю. Потом я согласилась. Он взял этот автомобиль. И все равно скептицизма было больше. Но то, что получилось на выходе, меня приятно удивило. Поэтому сейчас я говорю всегда, если ваш муж выбирает какое-то хобби, всегда поддержите его, потому что вы приятно удивитесь, скорее всего. Теперь в планах покупка такого же старого чуда советского автопрома автомобиля марки «ЗАЗ». А пока реставрированный «Москвич» милиционер использует как машину выходного дня.